Уважаемые коллеги, мы вчера отмечали год с начала Олимпийского фига. Сегодня предлагаю поговорить по одному из элементов олимпийского наследия. То, где мы находимся, вы знаете, одна из лучших гостиниц, точнее сказать даже не гостиниц, а гостиничный комплекс, 4 звезды плюс, ну почти 5-звёздочная гостиница. Предлагаю отдать её для детей по трём направлениям. Это спорт, причём такие наиболее популярные базовые виды спорта, зимние, как хоккей и фигурное катание, затем из спортивной школы со всей страны дети должны приезжать. Так же, как мы сейчас уже, Виталий Ильич, запустился, мы изначально этим делали, вот эта часть уже запущена. Второе направление – это собирательные детей из музыкальных школ, так называемых десятилетий, которые тоже, как вы знаете, у нас давно служены по всей стране. И третье направление – музыкальные школы и балетные училища. И третье направление – это физико-математические школы, тоже у нас давно функционируют по всей территории страны. Вот создать такой образовательный комплекс для того, чтобы собирать сюда детей со всей страны, допустим, так, как сейчас делается по спортивной части на 20-25 дней. И цель не только здесь создать условия для того, чтобы дети здесь могли в течение всего года заниматься, те, кто приезжают на эти 20 лишних дней, но создать как бы первый этап поиска талантливых детей и затем их сопровождение дальше вплоть до УЗа и последующего трудоустройства. Вы знаете, что я об этом говорил, не помню, в послании, по-моему, о том, что мы планируем ввести так называемый президентский грамп для наиболее талантливых молодых людей, поступающих в учебные заведения. Ну вот, если начать со школы и постепенно туда получать эти грампы дальше. Но этого совершенно недостаточно, конечно. Нужно создать целую такую мощную систему подготовки и отбора. Это что-то вроде таких известных центров, как «Океан» на Дальнем Востоке, «Артек» на Крыму или «Орлёнок» на Черноморском побережье. Но специализированы и, конечно, уже совсем на современной базе, на современном оборудовании. Но, конечно, для этого должна быть создана методика соответствующая, налажена работа. Здесь должна функционировать общеобразовательная школа, ну и, соответственно, школа по направлениям. Но вы знаете, что с точки зрения спортивной инфраструктуры здесь всё есть. Мы уже практически отдали этому центру спортивную часть, отдали хоккейный дворец, где дети занимаются. Рядом с ним расположен очень хороший тренировочный каток, который можно отдать фигуристам, детишкам. Ну а что касается музыкальной школы, балетной части, что касается физико-математического направления, то об этом нужно подумать. Я думаю, наверное, лучше всего это построить отдельную школу, можно поговорить. Здесь объектов много, они пока не все ещё задействованы. Можно либо что-то отдельное сделать, реконструировать, либо приспособить имеющиеся площади здесь 700 номеров. Здесь возможности очень большие, примерно по 200 человек, детей по-разному в каждом из этих направлений. Разумеется, на первом этапе без помощи правительства, без помощи соответствующих министерств не обойтись. Я просил бы Министерство культуры, Министерство образования и науки подключиться и разработать по линии своих ведомств такие же программы, какую уже подготовила и осуществляет Министерство спорта. А в дальнейшем, полагаю, что в дальнейшем можно было бы перевести на абсолютно частное финансирование, создать такой хороший детский частный центр. Уже сегодня мы создали фонд, часть учредителей этого фонда здесь находится. Собрали туда уже значительное количество денег для того, чтобы можно было этот объект приобрести у собственников, заплатить им всё, что они истратили при строительстве в рамках так называемых исторических своих затрат, без прибыли. Но они готовы к этому, готовы это сделать. А в дальнейшем нужно будет создать базовый капитал и постепенно разгружать бюджет, выграть государство от этих расходов. Но полагаю, что это всё можно сделать. На сегодняшний день Министерство спорта, оно на свою часть деньги запланировало. Мы разговаривали с обоими министрами, я с председателем правительства разговаривал. Идея всем нравится. Думаю, что она не только благородная, но и очень красивая. Мне думается, что дети, когда будут вместе общаться, и те, кто спортом занимается, те, кто занимается физикой, математикой, наукой, те, кто занимается искусством, если они будут ещё общаться вместе, смотреть друг другу, то, чего умеют делать, общаться, получать какие-то дополнительные знания, то можно создать такой очень интересный, по сути, уникальный детский образовательный цирк. Субтитры создавал DimaTorzok